таляныч приветствую тебя дорогой как ты как тебе боксу смотри уже посыпались ярослав как мне бокс этой неделе да честно давно такого бреда я не видел привет я просто я просто если говорить о результате поединка главного да то где там я согласен какого главного главный был же и драться закончится у него угадали да я сказал что бой пройдет полную дистанцию и победит коми решением судей ну вышло чтобы ничья если было бы я думал что было бы 12 раундов может быть было что-то интересно но так весь раундов не туда и не сюда уже лучше бы сделали 8 раундов они здесь сделали бы уже лучше 8 раундов я думаю если было бы 8 раундов было бы или 8 или 12 потому что 10 не сюда не сюда я лучше посмотрел 4 раунда этого бредом лег спать если честно вообще весь уикенд весь уикенд был какой-то там только мне один бой понравился торрес это вот минута когда это как будто вышел человек из 90-х годов такой колоритный кучерявый такой как будто ольскульный такой вот этот бой это минута бокса да это даже не бой меня порадовал остальное все все было вообще но все было одно даже вот рича в коме федрацию даже было бы там я говорю если было бы 8 раундов или 12 чтобы нельзя было дать ничью какой-то результат чтобы так что ничья и сейчас туда уже никуда не туда и не суды хотя этот бой не такой важный сейчас вообще он не важно я лично с результатом согласен потому что можно было дать и в одну другую ну очень правильно было сделано дата далее ничего это я думаю ставишь очень понятен ярчик увитаю насколько тебе вечера бокса прошлого уикенда понравился мы не вечер сподобался бокс не причем такое впечатление что он где-то знаешь там постоянно ездит из берегова в одессу и обратно в береговом он собрал там не знаю грибы и орехи приехал в одессу продал там купил этих вот бичков сушеных приехал в берегово продал еще больше грибов купил только уже других хорошо результат поединка я так зрозумел федраца против коми да 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 нормально и не все нормально ярчики дни пожалуйста все я уже больше отвлекаться не буду результат помни да коми педраса коми педраса тебя устра устроил а если устроил почему не устроил тоже почему як на мене педраса більше пофехтувал и и больше напрацювал на перемогу але коми был якби так что-то ярчик у нас заморозился таляныч давай тогда к тебе переходим вопрос какой тебе как тебе уикенд бокса и подожди подожди ярчик ярчик ты заморозился у нас так что повторяю все по новому а я за маркс да понял все фигню давай по новой ярчик снова у нас заморозился так все таки давай анатолий ярослав привет и огромный давай какой тебе самый ну понравился самый бой понравился виттере бокса как тебе бой педраса и согласен ли ты с результатом смотрите я поединка как раз педрасы и коми видел только лучшие моменты я сам поединок не смотрел в этом орган канал за ринг шоу зайти посмотреть ножки заболеть телегра нет я поставил все бои которые были в телеграме кроме этого этого ты бачил скрещен момент это ты бачил финальный вон сказать это на самом деле финального гонга нету то есть нет объявления результате в телеграме почему потому что прилетела и пропал интернет я этот поединок не знаю но у меня в телеграме этого поединка не было я пытался так его найти когда было время не было возможности найти просто тоже интернет то был то не был и я нашел просто к обзор типа как лучшие моменты поединка и почитал что бой закончится ничьей но так насколько написано было что поединок получился очень конкурентный и из судя из тех повторов который показан был интересный достаточно двое пытались бутвы были попадания но из того что я видел мне показал что все-таки педраса был больше точнее и более разнообразнее вот то есть коми были попадания но именно вот почему-то мне педраса в этих повторах показался лучше но опять же это субъективно и опять же не с ней не 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 может быть наверное тот точным ответом на то что на самом деле происходило время но просто не видел этот поединок получше ты абсолютно праве только что зашел он у меня висит загруженный только вот произошла ошибка и все вот я сейчас его перезагружу я так и не говорю я так понимаю давай закинчу свою думку дивится как на меня поединок отбывался какой-то знаете каждый раунд для меня какой-то дружина раунда была шесть хвилин потому что он какой-то такой ну не интересный но вроде бы что-то и есть и есть и есть и конкуренция и не знаешь кто переможет но какой-то искры в этом поединке не было как на меня педраса больше перемег я уже свои слова и свою позицию висловил когда еще был поединок усик джошуа то то цей флор нокаутера заставляет судей давать за каждый удар нокаутера какие-то балы начислить это все равно что просто просто-напросто тоди нокаутером не варто виходить в ринг а просто им уже валина числяються как на меня тут педраса перемег але згоден хай с ним и будет я не профессиональный судья что хочу сказать цей поединок не призвив ни до чего потому что не дивлячись на те как я уже говорил попередній раз переможе педраса він на одну ступеньку опуститься програя педраса на одну ступеньку просто понизиться так же само и коми тобто тут не было какого-то великого відкидывания підкидывания а так сталося что после этого поединка обои залишились на своих местах бейки не для чего бей двоих боксеров ветеранов гейткиперов которые могут показать что они десь что-то какая-то конкуренция для молодняка ну это я могу так такая моя думка что до этого поединка ярослав здравствуйте все да мне был напротив очень понравился было много ударов в отличие от всех их прошлых поединков если вы заметили он уже бы боксировал не как out fighter то есть никак на правой ноге а в этом поединке впервые он принял бой в этом поединке действительно он заземлился педраса я имею ввиду не стала гонять шмелем как это было с рамиросом сломаченко а принимал удары коми падал по нему в принципе я считаю может у меня поправить что педраса принял бой вот много боксировал по корпусу педраса я до седьмого раунда считал коми не знаю как там не казалось что коми воиграют потом у меня пропала трансляция я пытался ее найти но в итоге я был в дороге в машине я уже поставил на педрасу с иксом то есть и как раз этот икс меня и вытащил потому что была ничья и я в принципе выиграл да я выиграл а вот я оставил небольшую сумму я считаю что бойцы конкурентные в отличие от многих допустим тем же липинцев которых мы разбирали они уже наверное на далеком спать а эти боксеры хоть они возрастные коми 35 лет а педразы 33 но не знаю мне кажется они на многое способны я не не говорю что они способны выигрывать мировые титулы но бить но вспомните бой педразы был с молодым проспектом юрий вы помните на там я не могу зайти на бокс рекорд вот его там раз так расхваливали и педраза его не то что там прямо на воде классировал при том что тот проспект был в принципе ну таким довольно таки существенным звеном да все верно и прямо по педраза ну на колени отпустил здесь не было конечно здесь был конкурентный бой все было кость в кость коми боксировал на удивление мне в принципе он не пробит и мне казалось что в принципе педраза где-то их то моментах его пострелил и я думал что сейчас коми где-то зашатается были удары в корпус особенно когда я пересмотрел в повторе это было в 11 страна мне казалось что коми где-то потрясен либо же удары в корпус ну действительно так начали делать свое дело но нет коми там выжил у нас там еще пошумел но мне бы и понравился я считаю что это не то что прям боксеры которая проверка блин они в топе понятно что не может не ровня рамиресу и джошу тейлору но третье четвертое место пока еще лопаста не зашел они вполне могут то есть ну вот смотря на этот бой они такие живщики прям никто не не хотел проигрывать бой был плотный в при том что вспомните коми когда боксировал сломаченко напомню он нанес не нанес он выбросил 600 ударов ну да можно сказать что были удары молоко в большинстве было наверно 25 процентов но факт в том что наносит силовые удары и было довольно таки много поэтому и в этом поединке и педраза молодец на самом деле я от него ожидал в принципе почему я ставил на 84 я думал что бой будет 12 раундов что в принципе будет жалить и уходить айпер его прозвище но нет педраза принял бой пропускал удары в принципе он держит молодец обои держат то есть я считаю что прям бой на уровне с не бой я согласен ну плюс-минус педраза был точный коми наверно был более скажем так более жёстче и там были моменты где оказалось наверно всем что педраза плывет наверно такого не было но удары у него очень жесткие поэтому никто с них сильно не просил стек порядке принимается но от себя скажу что педразе не хватало техники а коми не хватало мощи в ударах вот принципе тоже соглашусь с результатом поединка поскольку коми очень хорошо перехватывал атаки но у нее не было удара чтобы потрясти педраза чтобы педраза там хотя бы на секунду застоялся всплылся и коми бы мог закончить поедину хотя бы там скажем навалять ему здорово то как знаете этот усик дел в последних раундов поединке с джошуа а вот педраза он бил жестко но очень часто не попадал так что поединок собственно говоря вполне по результату а вот что вы скажете про андерсона там вот этого торреса эфе вот насколько общем их поединки для вас я я скажу что как для комментатора поединки просто великолепные там не успел сказать приветствую всех любителей бокса и победа на техническим нокаутом во втором раунде просто мечта комментатором три поединка заканчивается во втором и первом раунде вот так что в общем класс насколько давайте мы говорили принципе до прошлом зуме о том что эти поединки не нужны и теперь ваше мнение а может все таки нужны давай каляныч давай ты самый смелый что я хочу сказать вот первый бой который вы поставили там эти вот двое там боксеру я не видел вообще там ударом удары левый потом правый и соперник падает а там удара не было и сидит смотрит на рефери как 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 он считает до 10 я не помню этих двух ребят вы поставили первый бой там и как-то ну два я пять раз или шесть перед пересматривал этот повтор я не видел там кто увидел там удара и вот я не видел там возле уха прошел удар он падает и смотрит на рефери как он считает до 10 не знаю я не видел удара там левый он выбросил левый потом справа боковой ударил прошел около уха он падает и смотрит на рефери а джакба его соперник что могу сказать он просто ждал чтобы по нему два раза попали чтобы он сдался пришел просто номер деньги там на пиво взять потому что такой пузатый как будто он из темного бара сейчас его вытащили сам ты пузат и пузатого чую тоже тоже тут с прессом нашелся я не выступаю просто на меня просто не смотрят весь мир ты талян давай заминай с этими фразами на меня просто не смотрят весь мир поэтому в отличие от фильма три толстяка здесь достаточно количество толстяков все бои кроме торреса вот единственное что мне мне понравился один торрес я его в первый раз увидел как бы такого ольдскульный выглядит куда из 90-х годов вчерявый такой такой вы как такой мужик как допустим когда начались эти бои во время тайсона там вот это вот-вот-вот как будто из того времени он вышел вот этот бой мне понравился так вот интересно просто было его увидеть сразу этого мексиканца вырубил и так жестко очень жестко вот тот да на каунгу остальные вообще там не были для них соперники не было интересно соперники вышли просто для того чтобы упасть или сами упасть или чтобы только по ним по по ним попали они притворили что им так плохо и не падают я не увидел там такого именно ничего такие бои не нужны потому что все эти бои вместе с пидрасу сделали этот вечер бокса отвратительным пидраса что только что с коми боксировал какой результат ничья идея 10 раундов я я как и говорил в начале лучше бы сделали 8 равно чтобы не могли дать ничего или 12 все я стану разнес разнес джаред сейчас где-то заплакал торы сметь подошел к зеркалу и посмотрел так его и уфа и айфа и не красавчик я красавчик хорошо а этот вот эффект джаба мне тупо блять скрежет зубами а ярчику що ти скажешь про ці поединки хеви вейті про саммит в обои та про результаты постараюсь говорити так як вони билися тобто максимально коротко поединок ефе як джагби був створений лише для того щоб ефе повернувся після поразки для самчаса і вернув свої сталеві яйця або які в нього вони там є вернув свою впевненість поединок андерсона абсолютно ні до чого я вважаю що цьому чуваку уже пора пора давати якогось цікавого суперника а не бити мішки з картоплею поединок ториса не дивився тому що з відомих причин мені не подобається дивитися коли виходять кучеряві люди не люблю кучерявих людей завідуєш я кучерявофоб а з самого борода кучерява є такі штуки як ненавижу людей з кубиками на пресі кучерявих ну тобі ж борода кучерява та і кубики на пресі нема це не кучерява це завірки анатолій давай тепер ти хоч найди щось прекрасне в двох двох в двох кучах какашек це у вас теска в мене понятно що при любом раскладі нокауты нравяться всем просто классно когда те нокауты происходят в конкурентних поединках і коли ми їх не ожидаємо изначально хто може упасть тут якби в принципі ми приблизительно все понимали хто должен упасть і возможно даже где-то приблизительно понимали таких раундах если взять глубже вот возьмем афе акджаба ты проигрываешь такой поединок который как говорится дает тебе право ворваться так претенденты на чемпионство хотя бы пускай даже в рейтинге или где-то там в тетрадке записано и у боб арома там на карандаше что ты вот должен скоро как-то получить шанс и ты проигрываешь санчесу соответственно что должно было быть как вот мне кажется то что я не раз уже говорю не устаю это говорить потому что это в принципе правда я вот для меня как хоть тресни не могу понять почему вот систематически люди не делают никаких выводов ты проигрываешь ты не проигрываешь досрочно у тебя нету тяжелого поражения у тебя не было тяжелого такого поединка который потрепал тебя настолько что тебе для восстановления своих вот психологических кондиций и понимание просто вернувшись в ринг надо просто выйти и выиграть не значит не имеет значения как такого же нету ты проиграл в бою до тебя побили но это было ну скажем так это 12 раундовый был поединок который в принципе не нанес кроме морального не какой-то травмы физически как таковых сильных потерь что надо было бы проводить поединок вот соперником с которым он проводит вот почему не подобрался после такого поединка когда он проиграл санчесу соперник также как и этот ниже его более подвижный и в зале должны были быть отработаны вот я самые ошибки которые не дали одержать победу в первом бою то есть либо которые что-то ты не умел или ты неправильно была подготовка должна была пройти работа над ошибками и подобравшись соперника хотя бы чем-нибудь похожим движением ростом и какой-то скоростью ты на домашнюю работу отрабатываешь то есть ты сделал работу над ошибками прошел пускай не сильного соперника но похоже мы там где у тебя были проблемы это какой-то дает тебе рост то есть дальше ты можешь возвращаться в работу более активно с более сильными соперниками но ты уже как бы плюс-минус как бы понимаешь как боксировать с такими вышел чувачок который пока 30 секунд делал маятник джаба опять же не понимал что делается выкидывал ту руку еле-еле и опять же что заметил очень он все-таки медленный даже для хэви вейта вот как мне показалось он то есть мы понимаем что боксеры в этой весовой категории не отличать не должны быть все подвижные они не могли не обязательно выносить 150 ударов за раунд они в первую очередь бьют и они совсем по-другому боксируют но если взять вот всех топовых бойцов на следующий день они все намного быстрее как бы там ни было даже джо джойс который кажется таким неуклюжим на первый взгляд мы правильно все отмечали что его джаб вылетает просто как как с собой мы то есть он это бьет очень быстро от джаба но такое ощущение как будто у него натянуты вот эти резины утяжелители где-то привязанные у него руки тянутся он не может выкинуть ее быстро и она ничего не поменялось то есть он просто побил дядьку который был намного-намного его слабее не напрягаясь скажем так сейчас попадется похожий соперник как тот же санчес а если вот давайте прикинем гипотетически он встретиться с джонни с этим сэнди руисом ну что с ним будет он его вкус его вытрясет все за счет даже то что он толстый щек насколько он быстрый и вот мне показалось что этот поединок от джаби ничего не дал в плане его боксерского роста вообще возможно даже еще за затупились больше те же самые рефлексы которые должны были бы держать память это поражение они его сейчас прибили что я опять красавица я у всех выиграю и это плохо для него то есть мы будем скоро видят 5 его поражения не знаю как с более сильным быстрым соперником это то что касается опять же джеральда андерсона ну талантливый же парень мы все это видим действительно классно боксирует у него такая даже похожая школа как он пытается делать этот защиту работу в стиле джеймса тони слойда мэйвезера под подставкой плеча руки он то есть очень здорово двигаться но опять же что этот соперник ему дает он пропускает в этом бою пропустил как как для меня несколько таких неприятных ударов ну а чего он их пропустил не от того что этот был крутой потому что он психологически изначально выходил ну как настроиться на вот такого какого-то там серба блин он даже не знает что это за страна где она находится как ему настроиться на такого соперника которого никто не знает то есть ему нужно обязательно уже какая-то серьезная позиция доля то будет какой-то проспект то ли это будет уже пускай сбиты вот мне бы было интересно честно ряд когда сотел поединок еще минуту внимание заберу когда стал поединок вот почему-то виделась вот с кем бы мне хотелось увидеть чтобы понять по-настоящему чего он сделан вот опять же на ум приходит когда как и всем это дарик чесора этот пускай подбитый делал вот с этими двумя англичанами посмотри как убыть с ними бокс и понятно что у него шансы есть выгоду как он будет делать когда начнут он будет бить и его будет в бить в ответ сильно также как и он и не будет его бояться вот тогда мы посмотрим либо он начнет открываться более закрыться заиграет новыми красками в бою либо мы увидим какие-то моменты которые мы не видели потому что не было кому заставить их то есть вот как то так что касается торреса первый раз я ну я это по моему еще какой-то поединок его видел понятно соперник был ну намного хуже и и да и в принципе это какой третий вы по моему поединок этого торреса но понравилось то что в принципе он работал очень так классно левая в корпус и левый перевод сразу сбоку в голову это проходило просто на ура то есть он пытался работать какими-то комбинациями которые они где-то в спортзале тренировали то есть это не было вот такой какая-то махач в кафе за после трех кружек пива каждого что там мне там сел и они начали махаться руками нету бокса просто попал и тут и он его снес за счет физики тут все-таки он работал по этажам у него были повторы в корпус в голову то есть он именно боксировал и подловил жестко и этого вот так его ангелло но было очень жалко потому что реально когда его откачивали долго не хотелось бы не дай бог чтобы он вошел в кому или не дай бог какие-то были потом последствия дай бог чтобы он был здоров потому что нокаут был для него очень тяжелый очень тяжелый а торрес в плане именно комбинации мне вот именно понравилась у него неплохая скорость он удары не тянул он сближался это понятно он еще не обтесанный третий поединок о чем тут сейчас много говорить но если уже так его нам надо как-то обсудить то комбинационная работа корпус голова и как он подходил с головы переводил в корпус и переводил в голову мне понравилось то есть не бездумно а какая-то была ну видна работа что человек умеет боксировать то есть принципе ну а педраса говорю то что я видел поединок все-таки был неплохой классный смотрибельный любит таляныч и мне кажется техничный был бедраса коми был более мощный попадания но то что была неплохая заруба что она нам даст я скорее всего думаю что она им даст еще один провести поединок потому что как минимум это еще на этот люди пойдут посмотреть они заработать пару рублей а там иди гляди кто выгод возможно что-то поинтереснее выпадет ну наверное заработают заработать заработать какие-то деньги тоже не мало заработают заработают деньги или с никогда никогда так не был близок провалу а почему а мы же все говорили что профессиональный бокс как ни крути если нету хорошего заработка ключевое слово рублей не відмазайся можете нам зараз еще будете рассказывать про вечер боксу в сербии да не ну это рублей это такое слово еще в детском а тищенко вы мне можете сказать я за тищенко как и все хорошо заработать пару долларов американских мертвых президентов знаешь не чтоб андерсон заиграл новыми красками ему нужно быть набить лицом ну вот это можно сделать дэрик чесора дилан white тот же но я думаю что еще хватит здоровья на пару раундов ему закатить хорошую рубку вообще в отличной форме к своей клетке по мне а теперь давайте тренируемся который на этом заработал о ярослав это ты я понял я поставил на 30 тысяч выиграл я подчеркиваю теперь внимание 300 гривен но я думаю что сравним это ну неплохая пицца это не совсем дорогого качества потратил на интернет нежели заработать с ними но с андерсоном и саджа бы третьего я уже не помню потому что боксеры очень низкого качества это бомжи я все-таки хочу это слово употребить в этом контексте это боксер заметьте кстати боксер который дрался саджа очень такая интеллектуальная посмотрите или после стрима или во время вот поэтому ну я не знаю мне кажется два человека которые прям так я я не буду комментировать бои потому что у них абсолютно для меня ничего не было были нокауты и все а люди просто ждали пока донесят удар до них это те с которыми дрались проспекты два столпа для меня супер тяжелого веса которые проверят всех и все ну как бы это джозеф паркер и тот который дрался с тони ёкай напомните мне поколе 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 раз поколе он такой силы вроде как такой координированный такой но тем не менее с ударом и все же может держать а паркер такой уже скажем зашка и супер тяжелый вес который был чемпионом мира дрался с трюйсом дрался с два раза с чесорой такие липая у него были энтони джошуа и в принципе если кто пройдет их двоих подряд то я считаю что это прям прямая дорога к усику или фьюри который может возобновить свою карьеру поэтому ну говорить насколько они скилловые андерсон наверное поинтереснее потому что от жаба сильно зажатый двойка у него неплохая но кроме двойки пока ничего нету и как боксер от жаба к сожалению не развивается вот нужен тренер вот прям как жабе просится тренер какой-нибудь у него данные хорошие он высокий он в принципе ну можно сказать что он техничный он как материал знаете вот в африке мне нравилось когда-то было такое сопоставимо что классные футболисты в африке ну-ка им нужен классный тренер они все побежать в нападение ну допустим и забыть про защиту такая джаба я считаю что нужно с этим боксером работать наверное раньше чем сейчас но все же можно что-то подкорректировать и в принципе как у него данные неплохие я вижу вот а касаемо результата все предсказуемо три раунда и на самом деле все печально для их соперников поэтому будем ждать интересных поединков я надеюсь что будет унификации поясок как было аджаба санчез бакали и тони йока хрогович вышли с жаном то есть еще нужны вот эти вот поединки джан опять же может каким-то образом проверить у таджаба падал ну я думаю что все будет интересно только нужно заключение контрактов и поединки которые действительно проверят их профессиональный уровень это все возможно но то что происходило на этих уикенде это просто забитие карда не более все яра ярослав можно три вопроса да и сегодня на ночном дежурстве не счастью и в офисе да ну то есть я домой не пускаю я не успел просто я бы говорил по телефону смазалась я бы был бы в дороге и менялась бы у нас в сумах не включают свет я когда был в одессе все было включено ну то есть горят линии интернет тоже был включен да в девять часов там горит магистрали а в сумах выключают все полностью уже ничего не видно поэтому это маскировка это вполне разумно я понял я просто о чем говорю что если ты вдруг решишь провести ночь с прекрасной дамой то я тебе желаю было не это кукла некуда на самом деле двигаться вы поняли то есть я думаю что да скажи пожалуйста это кукла до 300 выигранных гривен не это просто как декор подарили но глаза какой симпатичный мужчина который в тотализаторе где такого я могла найти только-только неужели я поставил на джаку только я думал ну я испугался что думаю может конечно бой закончить и в будущем но типа длительник поэтому надо было ставить на нокаут там на самом деле все было просто я поставил на нокаут 10 долларов во втором раунде выиграл 120 долларов а я вважаю например что цей поединок вы дарма так рассказываете что а джакбе ничего не дав так как например поединок с санчесом невидомо каким стал для него подразником то что для одного боксера ничего 12 травм побився для другого боксера может быть катастрофа всего життя тим паче який это был поединок у которому а джакбе он вообще ничего не мог сделать и это морально могло его надлумать еще больше чем глухой нокаут если у тебя все получается нокаут прокинулся все нормально я согласен так что самоповеренность может быть но потом нужно работать куда-то да я росла ну да ты на санчеса с усиком это было бы супер интересно насколько это такие вот олимпийцы прям зашкаленные то есть кубинская школа вот пасанчесу попробуй попади и насколько вы не выйду в невиду мы интереснее больше чем с фьюрии мы не увидим на сегодняшний день все остальное уже лирика я вважаю усику потребно провести бей с фьюрии завершите карьеру якби цепи не закинчився давайте об этом поговорим когда этот бой состоится а что этот бой дал так помпи в мем помнишь было алена даст вот а джаби даст на самом деле ребят вы зря издеваетесь над джаба джаба этот поединок провел очень по-школьному вот посмотрите он не бросался вперед он не растрачивался он четко действовал в узком коридоре он прекрасно понимал как он хорошо вводил блок то есть он прекрасно понимал что сначала нужно таляныч не зевая сам деваю уже все зевают вот но может там 8 часов надо собираться в 200 как вы подумайте над этим напишите потом смотри а джаба действовал очень классно он бросал двоечки он прекрасно понимал что надо нагрузить второй этаж потом ударить по корпусу потом опять перевести а когда он соперника чуть-чуть разболтал вот эти вот удары его за за руки соперника вот эти вот форточки открытые они в летали просто замечательно ну и принципе мне понравился джаба тем что в отличие там от других которые знаешь там при первом попадании начинают бросаться вперед махать руками делать это абсолютно бессмысленно некрасиво говорится как сказал один из моих друзей судей мощно но бестолково вот мне на меня джаба понравился понятное дело что закрыть поражение вот вернуться и я абсолютно согласен что вот этим всем парням и нужны уже деляны white и часоры джозефы паркеры либо хотя бы мартины баколи вот ему им уже нужно затачивать зубы они вот постоянно морковку знаете вареную едят вот и никак не могут эти зубы не наточить вроде бы где-то так андерсон андерсон красавчик ну понимаешь опять же вся его техника эта техника не 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 от класса а от того что он не боялся соперника и он мог позволить себе там чуть-чуть поиграться с ним такого эль флойда майвезера вот ну а торрес я скажу что торрес действительно понравился я посмотрел его два предыдущих поединка то есть он олимпиец по моему он или золотой там какой-то или бронзовый или просто олимпиец но мне понравилось как он боксирует и абсолютно согласен я тоже увидел дядьку значит такой чак норрис вот времен там знаешь это вот брюса ли вот что-то такое с этими усами такой знаешь стопроцентные американец такой вас ну посмотрим по крайней мере я с удовольствием посмотрел за тяжиками опять же горе чисто комментаторской то что один-два раунда это вообще-то просто мечта комментатором ну и как бы вечер согласен что здесь знаете слепила слепила из того что было потом общем как бы и undercard сотворила по парам как хороший еврейский дядя умеет вот с одной стороны нагнать и интересу а другой стороны не потратить на это ни копейки вот но тем не менее как бы публика пришла посмотреть на нокаут вот единственное что как бы джарет андерсон слям взял выход у беринчика вот этот вот выход тюремщика вот ну а самое интересное знаете что было вот это за этот вечер просто что самое интересное было это после поединки и мире и и риме и милтона противника джонаса когда там нокаут во втором раунде случился вот этот вот товарищ и риме джонс и риме милтон то есть человек ростом ростом метр там девяносто два там девяносто четыре и весом там под сто пятнадцать килограмм запрыгнул на угол их чертовой матери поймал всю порвал всю растяжку все эти тросики которые идут под рингом и натягивают канаты там бедный торрес ждал полчаса то есть он сначала вышел потом зашел и сидел полчаса пока люди лазили под под рингом делали эти вот знаешь хомутики завязывали там и пытались натянуть это все поэтому самый интересный момент был то есть когда камера за это вот под под ринг зашла все стоят позе в раком короче мять не там крутят гайками ключи какие-то там делают хомутики стяжки там все это было общем как бы смешно посмотреть окей спасибо большое есть что-то кому-то сказать относительно вот вечера бокса который состоялся а я знаю ребята что спросить назовите назовите самого желаемого соперника для джареда андерсона и для эфа джакба таляныч давай подерутся между собой в этом мире должна стать только один мир тесен для нас двоих тогда уже для вас троих нет для них двоих потому что пускай останется только один окей хорошо анатолий ну вот вижу любое в любой раскладе white чесора и не имеет значения и с одним из других то есть и бывает с андерсоном или саджаба или чесора с адресом или саджаба будет бомба этот этот поединок при любом раскладе это будет классные поединке вот как по мне я росла я росла я росла в нас покинул хорошо ярче я вважаю что цикаво было бы как бы эфа джакба побился с джаном джилеем а андерсон из я забыл как его звать но чуваки шо колесо в крузерах програв усыку а в супертяжах и с аренем в ничью звел хантер так вот с хантером я подавился андерсона ясно и кто у нас еще не высказался все я росла я росла только свинял ребят спасибо большое в среду нас ожидает разговор о на поединке самым главным считаю поединке уикенда это энди руис луис ортис вот по моему это будет самый классный поединок также у нас будет фан-франциско эстрада арги кортес и лиам смит против хасана мбакию вот но говоря вот и все так что следующую среду мы с вами встречаемся и разговариваем ну что ж берегите себя своих родных и близких и мы начинаем пиздить москале обеих как приятно мы начинаем мы начинаем пиздить и слышали свиньячий крик Теперь КВН для москалей означает Курва вьет на Обнимаю всех, ребята Берегите себя Люблю вас, пока